В честь дня столицы в моногороде Текили появилась еще одна достопримечательность. Здесь на 25-метровую высоту был поднят государственный флаг Республики Казахстан. Реализовали проект по программе «Дорожная карта занятости». Право торжественно поднять государственный флаг Казахстана удостоилась многократной чемпионка Азии, чемпионка мира по карате Шенкио Кушенкай Асимая Кранбек. «Я очень рада, что эта возможность досталась именно мне. Это большая честь для меня. Выражаю искреннюю благодарность». Состоялось в Текили и еще одно знаменательное событие – открытие спортивной площадки. Всего их в городе будет шесть. Кроме этого, в селе Рудничный для жителей сделает новое футбольное поле. По словам руководства моногорода, эти объекты будут служить базой для организации досуга молодежи. Как будут вот такие мягкие резиновые покрытия, а остальные будут текущий ремонт. И появится, уже построили новое футбольное поле в поселке Рудничный. По этим проектам привлекаются жители города Текили, которые остались без работы во время карантина, 216 человек. Обеспечено работой. Эти проекты реализуются в рамках программы «Дорожная карта занятости». В моногороде Текили – 13 проектов. Четыре из них сданы в эксплуатацию. Общий бюджет реализации задуманного – 1 миллиард 837 миллионов синге. Ранее на смотровой площадке Коктубе на высоте 1200 метров над уровнем моря был установлен флагсток с флагом страны. Сегодня в поселке Шамалган Карасайского района Алматинской области, на родине первого президента Казахстана, открылся первый поселковый парк. Его открытие приурочено ко дню столицы нашей республики. Теперь более 20 тысяч жителей поселка Шамалган и его гостей смогут наслаждаться не только пешими прогулками, но и поиграть в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Празднование Дня столицы Казахстана Особенно расположившийся в центре поселка вдоль набережной реки Шамалган на полутора тысячах гектарах. Спасибо за такой парк. Теперь нам с друзьями есть где побегать, поиграть в баскетбол, настольный теннис, позаниматься на тренажерах. Живу здесь 20 лет. К сожалению, единственный парк у нас в Шамалгане, но мы очень рады, что у нас такой парк открылся. Так как детям негде было играться, мы очень рады. Ещё говорят, что будет ещё расширение, было бы хорошо ещё кататься, где можно было. Возле речки очень хорошо. Мне нравится, дети все рады. Идея возведения парка именно в этом месте принадлежит Шамалганцам. Для её воплощения из областного бюджета было выделено 460 миллионов тенге. А программа «Рухани Жангару», нацеленная на развитие регионов, прибавила импульс к строительству парка. В 2019 году были начаты реконструкции строительства парка «Ана-Нурэ». Протяжённость парка 380 метров. Есть в планах в дальнейшем, на последующие годы увеличить площадь данного парка до центральной автодороги. Это примерно около ещё 250 метров. Следует отметить, данный проект не только вдохнул новую жизнь в заброшенную территорию, но и превратил это место в комфортное общественное пространство, способное местить разом 150 человек. Евгения Присяжная, Жасулан Ченгинжинов, телеканал ЖТСУ, Карасайский район. В преддверии Дня столицы в Толгарском районе 170 семей получили ключи от новых квартир. В рамках государственной программы «Нурлежер» в городе Толгар было построено 6 жилых домов. Долгожданные квартиры в первую очередь получат малообеспеченные и многодетные семьи. Радостное для Толгарского района событие прошло в соответствующей времени обстановке. С соблюдением дистанции и средствами индивидуальной защиты новосёлы приняли поздравление от главы района Жолана Умарова. В своей речи Аким отметил, что жилищный вопрос остаётся под особым контролем, и на строительство шести многоэтажных домов из государственного бюджета было выделено 3 миллиарда 135 миллионов тенге. Вот 170 квартир пропорственно разделено, то есть 61 квартира – это было предоставлено социально уязвимым слоям населения, куда входят категории инвалид 1, 2 группы, пенсионеры по возрасту, семья воспитывающих детей инвалидов. Также 55 квартир предоставлено по категории многодетная семья, и 34 по категории детям сиротам, и 20 квартир работникам государственных служащих. Этот день стал знаменательным и для семьи Николая Костюченко. Мужчина является отцом для 14 детей, 8 из них мальчики и 6 девочек. Самому старшему сыну Николая исполнилось 22 года, а самый младший – полтора годика. Благодаря реализации жилищной программы «Нурлежер» многодетной семье досталась трёхкомнатная квартира, кухонный гарнитур и газовая плита. Мы жили на квартире, снимали квартиру, я обращался. В тот момент, когда обратился, ещё не было такой программы. А сейчас эту программу, благодаря нашему правителю, одобренная программой, построен такой жилой комплекс большой. Дали нам такую большую квартиру. Я просто от волнения. Очень счастливые, радостные, что такой день настал. Отметили государственный праздник и в Кигенском районе. 15 семей стали счастливыми обладателями жилья в новом коттеджном городке в селе Киген. Ключи новосёлам лично вручил Аким района Талгат Баидилов. На данный момент обеспечение населения доступным жильём является приоритетным направлением в нашей работе, отметил он в поздравительной речи. Строительство началось в 2019 году. На строительно-монтажные работы из местного бюджета было выделено 251 миллион тенге. В текущем году мы завершили работу над инженерной коммуникацией. На это было потрачено 147 миллионов. Теперь объект, как видите, полностью готов к эксплуатации. Стоит отметить, что в текущем году в Алматинской области планируется реализовать 119 проектов в рамках госпрограммы «Нурлежер». На этой цели из республиканского и местного бюджета предусмотрено более 40 миллиардов тенге. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал «ЖИЦУ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова